излучения на микроулических. Во-первых, давайте поговорим о том, как можно ввести или как понимать температуру излучения. То есть с температурой, скажем, в какой-нибудь газах мы минимальны. Есть молекулы, которые держатся с разной скоростью, но есть некая средняя скорость движения моря, средняя кинетическая энергия. С этой средней кинетической энергией связана температура. Но поток или электромагнитные ловки все движутся со скоростью сверху. Как температуру это ввести в излучение? Вы не узнаете, как вводится температура в излучение. Все равно он, конечно, должен знать. Там, где же краски, там все есть, и будет в воду. Значит, ну что такое температура в излучении? Я повторяю, что вот такая прямая механическая аналогия, ну, вроде бы не совсем проходит. Да? Почему? Ну а как это через частоту или с идеей какая? Есть же в принципе термодинамики какие-то, да? А как реабилит через частоту? Вы совершенно правы. На первую очередь, это вероятная скорость? Скорость фотонов всех равна скорости света. Желтая и красная, белёная, равно как скорость света. Что происходит в курансе? Ну, смотрят на максимум некоторых функций, да? Это максимум функций, ну вот эти действительно плоды. То есть, что делают? Вот приходит свет от какого-то объекта. Это может быть звезда или просто пламя, там, горелки, да? Вот. И разлагают его в спектр. Знаете, призма стеклянная, да? Спектр получается, так? Вот. Какой-то участок спектра более яркий, а, значит, остальные, ну, более дустые такие. Вот можно, значит, определить, если ещё так специальный прибор взять, типа экспонометр, померить, где у нас максимум излучения. Он будет стоять на какой-то, значит, ну, длине волны или частоты, частоте этого излучения, да? Правильно? Ну и что? А температуру при чём? А может быть, сопоставить с спектром излучения какой-либо, там, с инструкторного тела или и прочее? Да ладно, давайте возьмём. А там при чём тут, как бы, это, максимум излучения и температуры? Да. То есть идея, откуда берётся температура по излучению? Да. Ну, задумывались бы проблемы. Правда, интересно, да? То есть вот температура газа, ну, более-менее понятно, средней кинетической энергии. Вот. А тут почему? Как вот это связать одно с другим? Значит, идея состоит в том, что можно воспользоваться общим уровнем. принцип термодинамики, а именно тем, что температура – это параметр, который характеризует термодинамическое равновесие. Что мы делаем? Ну, такой мысленный эксперимент, да? В некотором веществе вырезаем полость, да? Вот. А, значит, ну, мы туда не заглядываем и знаем, что эта полость есть, да? Вот, чтобы снаружи ничего туда не попадалось в смысле, да? Тогда эта полость, она будет заполняться излучением. Ну, почему? Ну, потому что есть тепловое движение атомов, молекул, вот. А эти атомные молекулы – это заряженные частицы, в конце концов, да? То есть, в конце концов, есть какое-то излучение или термогнитное поле какое-то есть будет в этой полости, да? Вот. В этой темной полости, да? В темной в том смысле, что снаружи ничего не проникает. Так. Так вот, смотрите, если мы оставим эту систему на долгое время в покое, то, согласно принципу термодинамики, что произойдет в системе? Она приведет в состоянии термодинамического равновесия. Вся система, само вещество, из которых состоят стенки, и полость, излучение внутри этой полости, будут находиться в равновесии. А значит, у них будет общая температура. Температура. И тогда температурой излучения полости мы будем называть просто температурой стенки, а ее мы померяем с помощью термометра. Понятно? То есть, по сути своей, температура излучения – это, в равновесной идеальной ситуации, температура источника, который это излучение создает. Температура источника. Вот. Ну, а дальше что оказывается? Оказывается, что есть определенная закономерность, связанная, конечно, с тем, как происходит излучение, вот, вещество, как излучает электромонитная вода, которая, ну, показывает нам, что, на самом деле, вот, температура излучающего тела, она связана с частотой излучения. Да? Закономерность это какая? Ну, вот, железо начинаете накрывать, нагревать, сначала оно темное, да? То есть, вообще не светится. Но потом постепенно становится каким? Красненьким, да? Потом? Желким. Ну, потом где-то белым становится в конце, довели до белого коленя, да? Потом железо превращается в плазму и уже, как бы, не остается никакого железа. Вот. Ну, видите, то есть, вот это, есть такая, детская такая считалка, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, фазан, каждый это красный, фазан фиолетовый, да? Спектр перечисляется. Так вот, низкие температуры соответствуют вот этому красному концу спектра, а высокие температуры соответствуют вот этому фиолетовому концу спектра, да? То есть, если вы увидите два пламени, одно из них синее, а другое, ну, скажем, красное. Вот. Какое из них более горячая температура, в каком выше? В синем, да? Вот. Гарст на кухне горит синим пламенем. Это горячее пламя. А, значит, какой-нибудь там уголек, если он красный, его можно даже руками попасть. Ну, так, не только на стене. Так. Значит, но на самом деле повторяю, что вот тот цвет, который мы видим, это цвет, который соответствует максимуму плотности излучения. Так? И этот максимум плотности однозначно связан с температурой источника. С температурой источника. Вот. Ну, а есть, ну, то есть, так вот, есть температура излучения. Вот. И, ну, скажем, величина, которая характеризует равновесное излучение, это плотность излучения. Плотность излучения, ну, по своему названию, это количество энергии излучения в единице объема, плотность, да, обычная плотность, только энергия. Вот. Оказывается, что это функция, которая не зависит от материала полости. Ну, вот, если мы говорим о этой полости, заполненное излучение. То есть, от материала стен от полости эта величина не зависит. Вот. То есть, она определяется только температурой этих стен. Температура стен. Почему? Вы представьте себе, что это не так. Что у нас с одной и той же температурой есть две полости, но из разных материалов этих полости, да. И в одной плотность энергии больше, чем в другой. Представьте себе, да. Тогда мы две эти полости можем соединить, вот, делать между ними отверстия. И у нас, ну, поскольку в одной плотности энергии больше, в другой меньше, у нас будет переток. Да. Градиент создаст, поток создаст энергии. Вот. И в результате у нас получится, что были два тела с одинаковой температурой, но происходит передача энергии, вот. И одно из тел в результате нагреется. Да. Так не бывает, согласно вот этому, ну, не знаю, второму началу терминальности. Так, если бы быть, или, можно сказать, что это и общее начало. Две температуры одинаковые, значит, плотность и излучение должна быть одинаковая. То есть, не зависит от материала, собственно. Вот. Дальше. А у излучения есть еще такая характеристика как давление. и излучение. Ну, по мере на экспериментальная эта величина считается, что это сделал первый лепестик. В начале 20-го века. Что он делал реально? Как вы сделали его эксперимент? Помните? Из общей физики. То есть, что он там делал? Ну, там, отклонение зеркала. Подвешивал лепестки. Лепесточки. Конечно. Металл, да. На тонкой ниточке. Ну, это, как бы, крутильный такой майк. Получался, да? Один листок черный. Одна сторона черная, другая белая. Все в вакууме. Все в вакууме. И сетю надо сделать. Освещал и все это поворачивалось дело. Ну, почему поворачивать? Ну, освещаем, давит свет. Ну, потом, когда разбирались, выяснили, что там не все так чисто, да? То есть, вакуум тогда хорошее делали другие. Там разреженный газ оставался. И частично этот эффект объяснялся взаимодействием молекул вот этот остаточный вот этого разреженного газа с поверхностью. Молекул, которые тоже взаимодействуют с излучением. Ну, вот как бы, на самом деле, с этой нагретой поверхностью взаимодействием. Ну, это, тем не менее, часть там присутствует и давление света. То есть, эффект, по крайней мере, был выявлен. Несмотря на то, что там было еще что-то, да? Дополнительные силы. Вот. На самом деле, опять же, мысленно давление излучения, ну, в таком мысленном эксперименте один итальянец, значит, придумал, как его доказать его существование. Это, так называемый, мысленный эксперимент Портолли. Вот. Это итальянская физика. Выглядит так. Таким образом, как был этот эксперимент. Берется такая труба с зеркальными стенками. И вот, тут, значит, вещество с температурой Т1. Какое-то вот вещество с температурой Т1. И здесь вещество с температурой Т2. А стенки, вот эти, у цилиндра, в другом отношении, они зеркальные. Вот эти зеркальные стенки, опять же, они нужны зачем? Считается, что зеркальные стенки не повлощают излучение. Они его просто отражают и все. И в этом смысле они не оказывают никакого влияния на излучение. Понимаете, да? Неважно, какой температуры эти стенки, если они зеркальные, то это не оказывает никакого влияния на излучение. Почему? А потому что излучение с этими стенками зеркальными не приходит в равновесие. Чтобы оно пришло в равновесие, оно должно что сделать? Поглотиться веществом и снова излучиться. Вот тогда устанавливается равновесие. Кстати, в этом смысле температура излучения, про вот это надо помнить. Это такая хитрая штука. Вот если мы возьмем излучение от разных источников, ну разного цвета, значит разной температуры излучения, да? И будем его с помощью каких-то волноводов или с помощью маленьких отверстий в цилиндр, ну допустим, зеркальными стенками или в какую-то там, ну сосуд зеркальными стенками напускать, фотоны между собой не взаимодействуют, не сталкиваются, да? Об этом надо помнить, что хотя фотоны это частицы, на самом деле это электромагнитные волны, справедливые принципы суперпозиции, они друг с другом не взаимодействуют, да? Ну, по крайней мере, при малых водностях и так далее и так далее. Так вот, в этом смысле эти излучения от разных источников, в зеркальной полости, они так и будут существовать там независимо друг от друга. И у вас в каждой точке зеркальной полости будет, грубо говоря, несколько температур. Вот, потому что там будут присутствовать электромагнитные волны с такой, с такой, с такой температурой, ну сколько источников, да? Разных. Зададите. Вот. И в этом, собственно, надо помнить, что, допустим, вот в нашей комнате какая температура? Ну, вроде бы там, ну, допустим, 20 градусов Цельсия. Не совсем так. Присутствует очень маленькое количество вещества, вот, которое имеет температуру такую, 6000 градусов, в которую пришло солнце, которое имеет такую температуру. Ну, почему мы этого не ощущаем? Плотность очень маленькая этого вещества, да? И ситуация, в которой мы находимся. Неравновесно меняется. Вот если тут закрыть все темными шторами, оставить это там на несколько миллионов лет, да, тогда все, значит, придет в равновесие, значит, все превратится в киль, которая, наверное, распределится, будет все иметь отдельную температуру. Вот. Вот это надо. Так. Значит, с давлением излучения. Делается следующее. Вот. Если у нас температура T1, T1, она, ну, меньше, допустим, T2. То есть температура T1 маленькая, температура T2 выше. Мы можем проделать следующее. Ввести сюда зеркальный поршень, и тогда вся вот эта полость заполнится излучением с температурой T1. Затем очень быстро, ну, мысленный эксперимент позволяет, да, взять и ввести зеркальный поршень отсюда. Вот. Мгновенно. Да? Значит, потом вот этот зеркальный поршень убрать, ну, зеркальную заслонку, да, потому что не поршень, а заслонку. Вот. Зеркальную заслонку убрать, а вот эту зеркальную заслонку взять и придвинуть всю вплотную. к этому телу с температурой T2. Все излучение, которое присутствует в полости, оно куда не отнесет. Когда мы придвинем до нуля, то есть объем полости сделаем равным нулю, все это излучение, ну, поглотится, на самом деле, вот этим телом с температурой T2. В результате телу вот этому с температурой T2 будет передано некоторое количество энергии. и температура его, в принципе, повысится. Повысится. Ну, что получилось? Мы передали некоторое количество теплоты от тела с температурой и это самопроизвольно бы происходило, и это противоречило бы второму началу термодинамики. Значит, мы совершаем некоторую работу. Работа против чего? Против сил светового давления. Вот. Ну, повторяю, что никто, наверное, этот эксперимент, ну, в таком примере, в виде, не делал, но мысленно вот такое рассуждение, оно приводит к тому, что у излучения должно существовать световое давление. Вот. Вообще, вот, на самом деле, эти рассуждения мысленные, да, до где-то начала XX века они были в термодинамике очень распространены. И сейчас все эти красивые логические построения, вот, если вы откроете термодинамику, в учебе термодинамики, ну, встречаются в виде таких, ну, редко, как бы, такие примеры изысков таких теоретических мыслей. Вот. На самом деле, эта ситуация поменялась, ну, в связи с введением термодинамических потенциалов, да. Ну, мы и будем там потом дальше заниматься. До введения термодинамических потенциалов термодинамика была очень, а, как бы, такой непростой наукой в том плане, что она требовала большого напряжения интеллекта. То есть, там, как бы, вот такие построения надо было делать по поводу каждой задачи, там, хитро, все так, представлять себе свои где-то все, начало термодинамики и получать результаты, да. Так, ну, давайте посчитаем это давление излучения, свяжем его с некоторыми характеристиками нашего излучения, но, прежде всего, с плотностью энергии. Конечно, можно просто было бы написать формулу вот этой плотности, то есть формулу для, значит, связи между давлением и излучением плотностью энергии. вот, но я все-таки сторонник того, что не помню, как можно меньше, а, как бы, у них, там, то есть, каких-то простых соображений это все сообразить так получается. Поэтому, давайте рассмотрим давление излучения, которое оказывает, ну, излучение с некоторой частотой днем и температурой t, а, значит, у нас есть некоторая, соответствующая этому плотность излучения, которое вот от этих параметров и зависит. Зависит только от температуры и частоты, да. Функция, которая зависит от этих параметров. Так, значит, ну, будем рассматривать давление на эту стенку. Давление это что такое? Это импульс, который передаст нам излучение, вот, значит, которая находится здесь, вот, получается справа, да, в единицу времени за, то есть, за одну секунду на один квадратный метр, правильно? Вот, ну, мы будем рассматривать это давление, конечно же, как газ фотонов и будем себе представлять, что какой-то фотон, таким, падает, его траектория прямая линия. Вот, этот фотон летит с импульсом каким-то, передает его стенке, так, этот импульс. А дальше что с ним происходит? Вот, он этот импульс передает, но, на самом деле, он воглащается этой стенкой, правда? Вот, но стенка, она и излучает фотоны. И, если рассматривать равновесную ситуацию, то, грубо говоря, сколько фотонов упало с этого направления, чтобы ситуация осталась равновесной, ничего не менялось, столько должно и улететь в этом направлении, правильно? Ну, как-то выглядит не очень естественно, да? Поэтому, конечно, мы нарисуем это так, будто он упал сюда, а излучился сюда. Это будет закон зеркального отражения. Ну, то же самое. То есть, вот это направление, оно, конечно, эквивалентно вот этому направлению. И будем считать, что вот так вот он падает и отражается. Вот этот угол, угол это это, в котором он падает, спрашивается, какую часть импульса он передаст при зеркальном отражении. Вот. Ну, какую часть импульса? Вот если его импульс, как посчитать статьи импульс фотона? Импульс фотона это что такое? МЦ, но М у этого самого фотона ноль, поэтому он, значит, МЦ это плохо говорить, да? ХК. ХК, ну, КТР. Что такое новое? Ну, МЦ это в том смысле, что МЦ квадрат поделить на С. Вот надо вспомнить, что такое для фотона МЦ квадрат. Полная энергия фотона чему равна? МЦ. МЦ. А что поделить на С? Вот он импульс фотона. Значит, НЮ, ну, вот как раз то, что с частотой НЮ, да, летящие фотоны поделить на С, это импульс фотона, импульс фотона. Энергия поделить на скорбь. Импульс фотона. Вот. Вот. Значит, отдельный фотон, но передаётся стенке, да, что у нас? Только нормальная составляющая, да? А это, значит, надо умножить, да? На конец. Ну, вот это геометр с 7. На косинус, конечно. Нам надо, как бы, вот эту составляющую, которая в этом направлена. Вот. Умножить на косинус. Вот. Ну, такая часть только передаться. Ну, это при ударе, значит, она передаться. А когда он вылетит, такая же составляющая, да, передаться. Поэтому два. Да? Вот два за счёт зеркального отражения. Два. Затем, значит, ну, это для одного фотона. А вообще нам надо посчитать количество фотонов, да, которые упадут за одну секунду на единичную площадку. Ну, давайте сначала посчитаем вот таких же, как этот фотонов. То есть летящих с этого же направления. Да? Летящих с этого же направления. Тогда что получится? Ну, мы должны... Это будут все фотоны, которые находятся в цилиндре таком. Надо нарисовать параллельно вот этой траектории движения. Какой цилиндр. Да? Вот такой цилиндр. У него вот эта вот длина. Что со мной будет здесь представлять? Скорость света он может на одну секунду. Скорость света он может на одну секунду. Значит, основание вот это. У него это самое. С равно единице, да? Но цилиндр он такой наклонённый. Да? Итак, количество фотонов, которые попадут вот в это, значит, я хочу. В этот цилиндр это что такое? Это... Вот я рисую объём цилиндра. Значит, приписываю. Объём цилиндра это С, скорость света. Да? Понятно, да? С это длина вот этой направляющей. Дальше. Ну, по формуле объёма надо что взять? Площадь основания умножить. Ну, только нормальную составляющую, да? То есть единица вот эта площадь умножить на что? Ну, снова мы посимус тет. Да? Вот. С это одну секунду, давайте чтобы не терялось. Дальше. Один метр квадратный умножить на посимус тет. Вот это вот то, что тут написано, это объём наш цилиндр. Объём цилиндр. Правильно? И умножить на число фотонов, которые летят вот в этом направлении. Вот они строго параллельны вот этому фотону, который у нас летит. Сколько их? Ну, у нас есть какая-то плотность числа фотонов, да? Значит, вот эта вот функция n. Ну, какая разница где умножить? Я могу здесь лучше. n. n, завещая от омена, от температуры, но это n я должен умножить на элементы телесного угла. n на d омена. n завещая от д омена. n умножить на d омена. Вот. Правильно? То есть имеется в виду, что у нас во всех направлениях фотонов летит одинаковое количество. В данном направлении летит столько же, сколько во всех остальных. Значит, это будет тогда д омена поделить на 4π. Это полный телесный угол. А это элемент телесного угла в данном направлении. И вот эта формула получается как? Ну, сколько летит от общего числа фотонов в данном направлении? Ну, столько какова доля телесного угла в полном угле телесного. Правильно? Вот она написана. Вот. То есть это просто за счет того, что все они летят во всех направлениях одинаково. Вот это все мы должны теперь проинтегрировать. Во-первых, по полусфере. То есть мы рассмотрели падение с этой стороны. Надо рассматривать отсюда, 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 отсюда. То есть проинтегрировать. Значит, мы должны написать интеграл по полупространству. По полупространству. Первое. А второе. Еще надо проинтегрировать по, на самом деле, частотам. Вот. То есть это мы посчитали как бы давление, которое несут фотоны только этой частоты. При данной температуре. А есть там еще фотоны и другой частоты. Их может быть меньше или больше. Ну, сколько там их есть? При данной температуре. Вот это все вместе даст нам давление. Да? Но осталось только посчитать. Так. Ну, про Дообина. Мы помним, что это что такое? Синус θ, dθ, dφ. Правильно? θ у нас меняется в каких пределах, в каком пространстве? От нуля до? Пи пополам. Пи пополам. А φ? Ну, два пи. Да? Два пи. Два пи. Ну вот. Давайте посмотрите, что получится. Ну, интеграл по частотам он так и останется. Вот. У нас тут, ну, как внешний был отстатель. А вот внутренний интеграл по полу-постранству. Можно посчитать? Ну, интеграл по полу-постранству. Можно посчитать? Ну, интеграл по полу-постранству. Однако. Оно. Ну, по-постранству. Так. Немного. Профилимин. Немного. Звук. Греб. Не нужно. Продолжение следует... 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 Вот таким образом. Вместо P это можно подставить, да? E связано с U вот этой формулой, подставить сюда и найти U от T. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Такое должно быть поражение, по-моему. Продолжение следует. 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 Мы можем просто запросто сейчас приписать интегралчики и посчитать, если это неопределенный интеграл. Нельзя. Надо аккуратненько проверить. Мы заходим из оттенков. Вот видите, что это всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда Субтитры создавал DimaTorzok Stein Субтитры создавал DimaTorzok Закурал Дейвсё-всё-всё-всё-всё-всё-wo'sё-всё-всё- 표-bared долго мажестного Д cònазога с아стя на площади на постройке-90 2 Кажется, он забыл в этой現在 agence. Каж ustedes начнём и höchская цепочка Продолжение следует... 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 А... Продолжение следует... 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 Надо, конечно, иметь в виду, что мы говорим о исключении. То есть, когда мы П держим постоянно, температура меняется. То есть, это как бы ситуация, когда мы считаем, грубо говоря, теплоемкость изотермической системой. То есть, теплоемкость в изотермическом процессе для излучения. Изотермический процесс и изотермический – это одно и то же. Вот в чем хитрость. Ну, а теплоемкость изотермического процесса – это что такое? Нет, это теплоемкость изотермического процесса. А изотермического – это бесконечность. То есть, ЦП равно бесконечность. Вот. Ну, повторяю. Просто потому, что тоннели держим постоянно, значит, температура постоянно. Значит, ДТ, грубо говоря, мы не управляем, что у нас бесконечность. Так. Ну и еще одна задача, значит, связанная тоже с излучением. Значит, излучение из объема В1 в объем В2 переходит адиопатически и в пустоту. То есть, рассматриваем расширение адиопатическое и в пустоту. То есть, внешнее давление равно другу. Определить, как у нас изменяется энтропия и как у нас изменяется температура. То есть, отношения посчитать. Посчитать отношения конечной энтропии в начале. Что происходит с энтропией в этом процессе? И что происходит с температурой в этом процессе? Мы считаем. Сам по себе процесс, о котором идет речь, адиопатически и впустоту, он какой? Равновесный. 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 Вот это расширение пустоту, это неравновесный процесс. Ну, для неравновесного адиопатического процесса однозначно можно сказать, что происходит с энтропией в принципе. Чтобы себя проверить. Второе начало. Что происходит? Неравновесный адиопатический процесс. Увеличивается. Увеличивается. Да. В равновесном адиопатическом процессе она остается постоянной. А в неравновесном адиопатическом обязательно увеличивается. То есть правильный ответ, он нам должен показать, что, да, вот как-то это самое, видим, что увеличивается. Но как увеличивается? Вот давайте решим. Ну, какие идеи, как решать задачу? Что? Ну, только что сказали, что энтропия ухимичивается. Больше, да? Да. Ну, так. Да. Уровно ТДС – это для равновесных процессов. А для неравновесных нет такого равенства. Забывайте о том. Как решать эту задачу? Как мы вообще рассматриваем вот эти неравновесные процессы? Ну, ведь когда у нас процесс неравновесный, все уравнения термодинамики, ну, имеется в виду уравнение первого процесса, то есть, не первого, а второго процесса, оно превращается в неравенство, да? И поэтому основного термодинамического творчества тоже нету, ну, этого основного уравнения равновесной термодинамики тоже нету. Оно тоже превращается в неравенство. Правильно? Вот. Ну, и как? Как посмотреть неравновесный процесс? Чем надо пользоваться? Связь термодинамического творчества? Ну, для всего? Тем, что у нас, а, начальное состояние и конечное состояние – это термодинамические состояния, да? И, значит, какие-то функции термодинамические, а что это такое? Температура, объем, давление, энергия, энтропия – это все термодинамические функции. Они не зависят от того, как мы пришли из первого состояния во второе состояние. Вот были в первом состоянии, было какое-то значение этих функций. Оказались во втором состоянии – другое состояние, то есть другое значение этих функций. Какой процесс связывает их? Неважно. Это первый факт. И второй факт. Помнить надо об этом, что первое начало термодинамики, оно не знает про равновесные процессы, неравновесные процессы. Оно для всех. Понятно, да? То есть закон сопровождения энергии, он как бы не различает. Равновесный процесс – неравновесный процесс. Все равно. Вот. Это второе начало, оно различает. Первое нет. Ну вот давайте посмотрим. Значит, теплота не передается, внешнего давления нету, то есть работы не совершаем. Пользуемся первым началом, мы что получаем? Энергия в этом процессе, хоть она неравновесная, хоть она расширение, да, если не изменяется, да. То есть энергия первого состояния равна энергии второго состояния. Так вот у нас вот. Есть что? Чего? Да. Про энергию мы знаем, как выглядит это состояние. Ну и что тогда получается? Нам нужно найти отношение и температуру V2 к V1. Ну, считается, что заданы вот эти увеличения – V1 и V2. Да? Да не заданы. Это мы знаем, как это называется. Ну, используя то, что энергия сохраняется, можно выразить отношение к температуре через отношение к объему, правда. И понять – увеличивается, уменьшается. Какой закон? Увеличивается, безусловно. Температура у нас, ну, по какому? Порень какой степени? Четвертая степень, не из отношения объемов. Да? Значит, t2, t1, t2, t1 равно v1, v2, степени 1 четвертая. Вот так получается, да? Правильно я записан? Или нет? Я так много пишу. Ну, смотрим. То есть, на самом деле, вот тут стоит число меньше единицы, да? И это означает тогда, что t2 меньше t1. То есть температура уменьшается, уменьшается. Ну, и слава Богу, да? А то когда-то наша Вселенная имела температуру, там, миллионы, миллиарды градусов, да? Но с тех пор она расширяется. И сейчас мы вот это начальное излучение видим как великтовое излучение с температурой какой? Ну, где-то 2 градуса, там, 2-3 градуса примерно так. Так вот он, закон, который позволяет нам посчитать, а какое время назад, ну, точнее, с какого объема это все началось, какие были температуры, да? То есть Вселенная расширяется и охлаждается. А с энтропией что происходит? С энтропией и реликтовое излучение что происходит? Расширяется Вселенная, а что происходит с энтропией? Ну, или еще раз, по какому языку? Расширяется Вселенная, а что происходит с энтропией? Ну, там корень 30, это 4. Почему это 4? Расширяется Вселенная, опять 30. Ну, там же еще и В есть. Как определить-то вот эту величину С2 к С1? Чем надо воспользоваться? Наверное, вот этим? Вот этим же воспользоваться. И тем, что мы нашли такой штаб. Правда? Поделить С2 на С1, там будет отношение к температуре и отношение к объему. Подставить отношение к только что найденной температуре и что получится. Что будет. Ну, а вы можете сказать, что… Там Кангва-пыль. Угу. Это Кузна. А это все тут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok